детство на канале ник лайк и сегодня мы посмотрим доктор гнус потеряшка поиски пропавшего колобка анимация ну что ж начнем вы положили его на окошко остудить после чего пропал друзей и других близких родственников создание фоторобота была придумана французским криминалистом пьером шабо познавательный с юмором канал доктор гнус я так понимаю метод фоторобота был основан на сборке физиономии из ранее приготовленных частей человеческого лица свидетелю гораздо легче вспомнить какие были брови глаза но скулы и прочее если ему показывать несколько заранее готовых вариантов ну что ж вокруг только лес значит не так много вариантов где и кому он мог попасть на глаза будем трясти всех по статистике 90 процентов потерявшихся находятся в течение 10 дней главное правило как можно раньше начать поиски если в полиции говорят давайте подождем три дня возможно погуляет и вернется возможно погуляет и вернется принципе это так и это не по закону заявление обязаны принять сразу же если человека не находят то он должен числиться в базе пропавших без вести в течение 15 лет только после этого срока 15 лет можно признать мертвым что ребенка украли 16 лет мать крокодилями слезами вспоминала свое горе и вдруг сообщение из полиции заберите свое чадо оказалось ребенок все это время жил на соседней улице у женщины железнь полиции по делу мелкого правонарушения хватит мне тут сказки рассказывать спел песни убежал давайте так либо вы мне сейчас рассказывайте правду где и при каких обстоятельствах вы видели этого гражданина либо я посажу вас в одну клетку с волкозаем одного из вас он сожрет а другого унизит в сша любой с одного сожрет а другого унизит человек потерявший кого-то из близких может абсолютно бесплатно разместить информацию о пропавшем без вести на картонной упаковке с молоком впервые это сделали волонтеры в 1979 году напечатав портрет шестилетнего мальчика потерявшегося в нью-йорке бедный мишка ежики в древнем китае подозреваемый должен был набрать в рот горсть сухого риса и выслушать обвинение в свой адрес если рис оставался сухим то человек считался виновным так как при страхе разоблачения во рту хорошо пересыхает первый прибор детекции лжи был использован в конце 19 века в италии в то время он фиксировал всего два параметра кровяное давление и пульс сегодня же детектор лжи способен фиксировать до 50 параметров детектор лжи распознает ложь с вероятностью 99 процентов однако юридически проверка на таком устройстве не является доказательством вины слушайте сюда медведь дал наводку на лесу но с ее рыжей хитростью в лесу тягаться нам нет смысла поэтому воспользуемся эффектом неожиданности вот и сказку до ночь посмотрели еще и познавательно ищут в лесу волонтеры прочесывая каждый метр но есть другая тема поисковые маячки эти штуки сбрасываются десятками с беспилотника радиусе где предположительно может находиться заблудившиеся каждый маячок издает громкий сигнал имеет gps трекер и кнопка активации услышав сигнал потерявшийся находит маячок и нажимает на кнопку спасатели фиксируют координаты активированного маячка и бегут на помощь объекты хоть видели алиса объекта уже нет как выглядит сейчас колобок все-таки его съели докатился бы до воробьев они растащили бы его по всему лесу вот уж точно бы не нашли а извини вторая линия да слышать дед ты че ворчишь чем ты недоволен вы его с бабкой испекли чтобы съесть слушай на мастада тебя переключить на убойный отдел не подписывались они на такое ну ясень пень вы хотели найти колобка колобка нашли все дело закрыто шикарно ваетесь познавательно анимация с познавательно еще и с юмором таким зайди не сильным чтобы там посмеяться писец как но юмор есть он присутствует чтобы улыбнуться пишите что еще посмотреть ставьте лайки подписывайтесь пока пока